Библейский портал экзегет.ру представляет Девять глав включительно видели о том, как Господь прогневался на людей, которые стали, как сказано в шестой главе книги Бытия, стали пренебрегать Духом Божиим. У них начались смешанные браки, верующие с неверующим в те времена Ветхого Завета. Господь сказал, не вечно быть пренебрегаемым Духом Моему. Он избирает себе праведника Ной, о котором сказано, что он был праведен вроде своем. Ной и его семья входят в ковчег, который Бог повелевает Лоту построить. Ной во всем был послушен Богу. Был так называемый парниковый период. Люди не знают, что такое дождь. Мы об этом подробно говорили в предыдущих беседах. И вот точно так же, как Господь Иисус Христос говорит, как в дни Ноя люди ели, пили, гуляли, женились, веселились, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И мы сказали с вами, что ковчег, которому было заповедано Богом строить Ною, это прообраз церкви. Кто вошел, тот спасся, кто остался за бортом, тот остался. Поэтому Господь призывает всех и желает, чтобы каждому человеку спастись. Иисус Христос пришел в этот мир и умер за весь род человеческий. Мы видим, что Ной и его семья, и животные, которые поместились в это огромное сооружение библейского ковчега, который, как мы говорили, был более 130 метров в длину, в ширину был около 30 метров, 15 метров в высоту. Это, в общем-то, огромный корабль, который Ной строил более сотни лет. И мы видим, что все, кто вошли туда, то обрели спасение. И мы с вами говорили о том, что... Очень важно сделать такой обзор. Мы говорили с вами о том, что после потопа Ной выходит из ковчега, вместе с ним выходит вся его семья, выходит Сим, Хам и Афет. Бог уничтожил все, что было с лица земли, но зло не уничтожилось в человеке. Мы сразу же видим грех, который совершает Хам, он насмехается над своим отцом. И мы с вами так уже и рассмотрели, как по предыдущей беседе, 9 главу, видели, что Ной выходит из ковчега. Первое, что он делает, жертвенник. Жертвенник — это всегда прообраз молитвы Богу. И здесь, в 9 главе, подробно рассказывается о грехе Хама. И далее, 10 глава, которую мы с вами сегодня и будем рассматривать, она говорит о родословии. Вот родословие сказано сынов Ноевых — Сима, Хама и Афета. От этих трех людей люди распространились по всему лицу земли. В общем-то, эволюция и другие теории, предположения и гипотезы не дают полной картины происхождения этого мира, откуда он взялся. Одна гипотеза говорит, что был большой взрыв, другая гипотеза говорит о том, что была вечная материя. Также и не дает четкого ответа теории эволюции о том, как произошли те или другие национальности. Говорят, что ну вот, там просто они жили миллиарды лет в Африке, поэтому они потемнели, слишком загорели. А эти жили якобы на севере, они остались такими светлыми. Эти там, другая там монголоидная нация, они были там, жили, поэтому они чуть-чуть подзагорели, не так было жарко. Ну, в общем, какие-то нелепые ответы. На самом деле, библейская картина мира дает нам полное понимание, откуда произошли национальности. Сказано Сим, Хам и Афет. Мы даже знаем, что есть такое понятие сегодня, как антисемит. Но нет такого понятия, как антихамид, и нет такого понятия, как антииафет. Потомки Иафета — это мы, то есть люди, живущие в России, так, индоевропейская нация. Потомки Сима, известно, это евреи, принадлежащие части арабов. Потомки Хама — это все люди, которые населяют Среднюю Азию, Африку. Поэтому библейская картина дает нам полное понимание, откуда произошли национальности и как они, 10 глава как раз рассказывает, как они распространялись по всему лицу Земли. Не о всех здесь говорится семьях, но только, как и всегда в Священном Писании, говорится об основных направлениях, основных потомках, от которых произошли те или иные национальности. Так называемое генеалогическое древо. На самом деле люди сегодня боятся, говорят о вопросах национальности, но это неправильно. Когда мы будем понимать, откуда мы произошли, а мы видим, что семиты, то есть если есть такое понятие, как антисемит, они понимают и они верят в библейскую картину мира и происхождение национальности. Поэтому если у нас будет здоровое понимание происхождения национальности и даже любовь к своей нации, в этом нет ничего плохого. Если оно будет искусственное и человек будет как-то вмешиваться в границы, очерченные рукой Бога, национальность не придумана и не выдумана, это промысел Божий о человеке, то тогда они приобретут действительно те уродливые формы, с которыми мы сегодня встречаемся, такие как геноцид, начинает свои корни, берет в нитшианстве, или такие уродливые формы, как превозношение одной нации на другое, как фашизм, нацизм. Но если человек любит свою нацию, свою родину, свою мать, свою веру, свою церковь, в этом нет ничего плохого. Между прочим, апостол Павел однажды в порыве к любви к своей нации воскликнул следующее. Об этом сказано в послании апостола Павла к римлянам, 9 глава, 3 стих. Вот что он пишет, можно проследить. 9.3. Он говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Видите, он говорит, за братьев моих родных мне по плоти. Мы знаем, кто такой был апостол Павел. Он сам о себе говорит, я иудей из иудеев, из колена Вениаминова. Мы знаем, как был обращен. Это был Савл, который гнал церковь Христова, но шел по дороге в Дамаск очередной раз. Для того, чтобы схватить, казнить христиан, на его глазах убивали мученика Стефана, первого мученика Нового Завета. И Господь явился ему и сказал ему, Савл, Савл, трудно идти тебе против вражна. Потому что Господь видел его сердце, что оно уже расположено. И тому, чтобы принять Христа как Господа и Спасителя. Савл действительно имел очень хорошее образование. Он был ученик Гамалиила, он был из иудеев, но он любил свою национальность даже тогда, когда стал христианином. И в этом смысле это граница, очерченная рукой Бога. Есть пять границ, которые известны многим библеистам, людям, занимающимся богословием, которые очерчены рукой Бога. Это не искусственные какие-то изобретения мира сего. Это первая граница — это личность, вторая граница — это семья, третья граница — нация, четвертая граница — государство и пятая граница — церковь. Итак, личность, семья, нация, государство и церковь. Личность. Кто создал человека? Сказано, сотворим человека по образу и подобию нашему. То есть человек — это не искусственно произошедший какой-то там элемент или индивид. Человек — это личность, свободная личность. Эту свободу Бог подарил человеку. В этих словах мы с вами и говорили образ и подобие. Бог подарил человеку бессмертную душу. Просто так. Просто так. Он подарил человеку это состояние подобия, потому как Бог есть любовь и абсолютная любовь. И человек наделен Богом этим удивительным своим таким, такой способностью тянуться к Богу, к любви как абсолюту, но оставаясь всегда личностью, не растворяясь в нем, как капливать в океане, как учат другие философии и религии. Оставаясь личностью, но помни всегда, что Бог, человек всегда должен помнить, что Бог творец, а он творение. Ефрем Сирин говорит, что человек, Бог человека создал, чтобы он стал даже четвертой ипостась Святой Троицы. Помни только о том, что он творение, а Бог творец. Вот к чему призван человек. Личность. Она свободна. Семья. Это вторая граница, очерченная рукой Бога. Мы помним с вами, как было сказано, нехорошо быть человеку одному. Сотворим помощника ему. Соответственно, ему. Бог создает женщину, как помощницу. Адам, как мы помним, когда он видит Еву, он всклицает, это плоть от плоти, кости от кости. Семья — это не искусственно созданная цивилизация или там прогрессом, или какой-либо эволюцией отношений между мужчиной и женщиной. Они четко регулируются, как в Священном Писании, так и в Святоотеческое. Есть осмысление этого вопроса. Жена для мужа, муж для Бога, а дети — послушники. То есть муж — глава, жена — помощница, а дети — послушники. Это граница, очерченная рукой Богу. Третья граница, которую мы сейчас прочитали, — Симхам и Афет. Господь создает национальности. Четвертая граница, когда народ израильский будет путешествовать. Путешествовал уже по пустыне, это уже позже. И когда народ израильский захотел царя, это уже во времена книги царств, то тогда он попросил, чтобы был у них тоже царь, как у других народов. И Бог дает им помазанника своего, царя. То есть Бог устанавливает и государство. Израиль становится государством. Это граница, очерченная рукой Бога. Это непридуманная какая-то воля человеческая. Были какие-то уродливые формы государства, но здесь теократическое. Было теократическое государство, теперь становится государство израильское, когда Господь дает царя Саула. И последняя, пятая граница, очерченная рукой Бога, это церковь. Церковь – это не искусственное созидание, это не выдумка человеков. Церковь создает здесь на земле сам Господь Иисус Христос в своем первом пришествии на эту землю. Так и сказано в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. В ответ на исповедание Петра, апостола Петра, Господь говорит, «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». По определению Господа Иисуса Христа церковь неодолима, если даже сам ад через врата войдет в нее. Потому как церковь имеет свою двухсоставность. Апостол Павел в послании Фессалоникийцин так и говорит. Глава церкви Христос, а в послании Колосина так и сказано, что глава церкви Христос, а церковь – тело его. Это неразрывный союз Бога и человека здесь на земле. Церковь и церкви, храмы, которые есть, а церковь как единое, объединенное в евхаристическом общении, это царствие Божие на земле. Здесь начинается рождение человека в крещении, здесь он имеет доступ ко Христу через святые таинства. Это границы, очерченные рукой Бога. Личность, семья, нация, государство и церковь. Что такое либерализм в жизни церкви? Это всегда расколы и ереси. Что такое либерализм в жизни государства? Это анархия. Что такое либерализм в жизни нации? Это геноцид, фашизм, искусственные какие-то изобретения. Нам говорили, что давайте из паспорта уберем национальности, вопрос геноцида решаться или превозношение на нации на другое. Национальности убрали, вопрос не решились. Это граница, очерченная рукой Бога. Надо любить свою нацию. Как сказано, если человек любит свою мать, он, наверное, с уважением будет относиться к другой. Если человек любит свою родину, с уважением будет относиться к человеку, который приехал к нему с другой родины. Если человек любит свою нацию, Ну, по крайней мере, с уважением будет относиться к чужой национальности. Но если человек ненавидит свою мать, если он ненавидит свою родину, если он ненавидит свою нацию и вообще не знает, откуда я и кто я, и куда я иду, то очень большое сомнение, будет ли он любить чужую нацию и относиться к ней с уважением. Будет ли он любить человека, приезжего к нему из другой страны. Очень большие сомнения. Это граница очерчена рукой Бога. Итак, что такое либерализм в жизни церкви? Как я уже сказал, расковывал ереси. Либерализм в жизни государства. Это всегда анархия и какая-нибудь либеральная демократия. Что такое либерализм в жизни государства, а в жизни нации? Либерализм в жизни нации — это геноцид. Преизношение одной нации на другой. Что такое либерализм в жизни семьи? Блуд, прелюбодеяние, извращение. Сегодня кого только нет. И красный, и зеленый, и уже запутаться можно. Что такое либерализм в жизни личности? Ну, это шизофрения. Человек с раздвоенными мыслями. Неблагонадежен, как сказано, для Царствия Божия. Поэтому эта граница очерчена рукой Бога. Нужно проявлять здоровую любовь, осмысленную библейски, святоотечески, к своей нации, к своей семье, к своему народу, к своей церкви. И нет в этом ничего плохого и к своей семье. Итак, мы видим, что здесь 10 глава описывает такие события, как народы расселяются по всему лицу земли. Здесь также и говорится, впервые мы встречаем имя Немрод. Немрод, о нем сказано, что он был раб чистолюбия, стремившийся к царству земному. Вот святитель Иоанн Златоуст пишет об этой личности. Немрод был потомок Хама, который, как мы увидим уже в 11 главе, был, так можно сказать, архитектором или прорабом Вавилонской башни. Вот что о нем пишет святитель Иоанн Златоуст. Цитата. «Смотри еще, что делает любостяжание. Смотри, как телесная сила не остается в собственных пределах, но всегда гонится за большим и ищет славы. Немрод подчинил себе людей не для того, чтобы заботиться об их безопасности. Нет. Он еще и города строил для того, чтобы господствовать над людьми». Вот, конец цитаты, какой был смысл этого Немрода, когда люди начали расселяться по всему лицу земли, то появляется это имя Немрод, потомка Хама, который был первым устроителем земной цивилизации по своему усмотрению. Не так, как ему заповедал Бог, а так, как он решил. Он решил создать свой искусственный мир, и причина, и мотивом создания этого искусственного мира, как говорит святитель Иоанн Златоуст, было властвовать над людьми. Не как добрый пастырь, не как это было в государстве, будет теократическом государстве, где Бог правит народом своим. Не так, как это будет и в империи, где государь правит своим народом, где мы знаем, что была Российская империя. Вообще, когда вот сегодня говорят, что у нас есть государство, у меня возникают большие сомнения. С точки зрения филологии, государство вообще от слова «государь», а страна от слова «странница». Может быть, поэтому так странно живем и где-то на стороне. Монархия — одна из, в общем-то, неплохих форм правления. Нельзя сказать, что абсолютная. Вообще, в этом мире не может быть никакого абсолютного политического устройства. Пусть бывает более хорошее политическое устройство, где люди понимают вообще, что с ними происходит, где нет такого винегреда и мешанины в головах, которые насаждаются СМИ, где действительно люди понимают, что с ними происходит. А есть такая форма управления, ну, не очень хорошая, ну, а есть совсем никудышняя. Поэтому нужно видеть вот эти вот все очень важные библейские истины, видеть эти границы, которые, в общем-то, очерчены рукой Бога. И в таком, ну, вот в таком конкретном смысле этого слова никто не имеет права их нарушать. Любое нарушение из тех границ, будь то граница личности, когда личность подавляется и человек не ставится уже ни во что, то человеческая жизнь, она ничего не стоит, будь то отношение семьи, когда в семью вносится разлад, это и феминизм, это и те извращенные формы из каких-то непонятного сожительства, будь то и в вопросах национальности, будь то и в вопросах государства и церкви. Когда человек начинает своими искусственными какими-то рычагами стремиться наладить под лозунгом нормальную жизнь, то мы увидим, что это все так или иначе приведет к ненормальности. Поэтому будем помнить, что в Священном Писании все это нам дается, как пишет апостол Павел, как образы для того, чтобы мы понимали, для наставления нашего, чтобы мы понимали и делали выводы, что есть добро, а что есть зло.